Привет! Это разбор книги номер 8. Как три простых парня создали новую бизнес-модель. Я думаю, ты, как и я, где-то, наверное, слышал про компанию Airbnb. И да, когда ты понимаешь, что эта компания оценивается в 30 миллиардов долларов, достаточно сложно сказать себе, ну нет, я прочитаю эту книгу позже. Но то же самое произошло и со мной. Как только я узнал, что она вышла, в этот же момент я взял ее. И могу сказать, что совершенно не зря, потому что объективно, точно, эту книгу можно поставить в главу угла под названием «Действия». Дело в том, что некоторые книги можно прочитать и сказать «Ну ок», а другие можно прочитать и сказать «Ого, а что так можно было?». И именно эта книга про Airbnb как раз-таки относится ко второму варианту, потому что она вызвала достаточно спорную и нестандартную реакцию. Когда я читал эту книгу, я подумал, это сейчас серьезно, это не фантастика. Я вообще не любитель фантастики. На мой взгляд, мой опыт показывает, что фантастика у меня закончилась на Гарри Поттере. И сейчас, когда я читаю бизнес-литературу, ты удивляешься, как это может быть в реальном времени. И вот тебе пару фактов, почему ты, наверное, тоже точно так же удивишься. Во-первых, три основателя, о которых как раз-таки говорится в оглавлении книги, никогда не имели до этого серьезного опыта в бизнесе. То есть, ну, там есть, конечно, такая эпизодическая глава, в которой рассказывается, как три основателя занимались продажей хлопьев. Вот прям хлопьев, когда была предвыборочная компания Обамы, они просто решили сделать хлопья. Все. На этом их предпринимательский опыт и закончен. И когда в моей голове было представление, что, ну, как бы для того, чтобы построить компанию стоимостью 30 миллиардов долларов, ты вдумайся, нужно хотя бы обладать каким-то серьезным фундаментом, серьезным опытом. Обычно некоторые люди, которые стали миллиардерами, они уже до этого работали в серьезных компаниях. То же самое можно сказать про Джеффа Безоса, создателя компании Amazon. До этого он работал в крупной компании, точно не буду говорить, какой, чтобы не ошибиться. Но он как раз-таки пошел тому пути, что сначала нужно приобрести опыт. Ну, трое ребят из компании Airbnb сделали все по-своему. И это у них охренительно получилось. У них не было бизнес-опыта. Второй таракан, который сидел в моей голове, говорил, что ну так нельзя. Это то, что у основателя, а можно из них выделить одного, его зовут Чески, он не программист. Серьезно, как можно создать IT-стартап, не обладая навыками программирования? Ну, прям совсем не обладая. То есть, если Стив Джобс как-то где-то, у него было понимание и бизнеса, и графического дизайна, то Чески был обычным дизайнером промышленным. Ну, это промышленный дизайнер, это те, кто делают пылесосы, делают двери и так далее. Но точно не связанная с IT-индустрией. Второй создатель точно так же был обычным дизайнером. Ну, а третьим, да, все-таки был айтишник. Причем привлеченный айтишник совершенно на странной основе. Первые два основателя совершенно случайно поселили его у себя в комнате, потому что ему негде было жить. И это уникальная мысль, что все-таки некоторые вещи происходят совершенно не случайно. То есть, второй таракан, который обычно у многих стартаперов живет в голове, это то, что нельзя создать серьезный стартап, не обладая IT-знаниями. Или, ну, как показывает этот опыт, не обладая предпринимательским опытом. Так что, да, это возможно. Третий таракан, который был в моей голове, это то, что дальше. Это не уникальная бизнес-модель. До этого времени, наверное, год назад или полтора, я фанатично искал совершенно необычную бизнес-модель. То есть, той бизнес-модели, которой на рынке не было вообще. Я хотел создать велосипед. Вот прям положа руку на сердце, я хотел создать что-то совершенно необычное. И как только я думал, что я придумал что-то новое, я заходил в интернет, и мне хватало минут 20, ну, где-то 2 дня, чтобы понять, что эта модель ни хрена не идеальная. Ни хрена не новая. И тогда, конечно же, я расстраивался. История R&B&B учит тому, что это совершенно не новая бизнес-идея как таковая. Потому что R&B&B – это, по сути, возможность сдавать жилье обычным людям. Ну, я не знаю, например, я живу в Новосибирске, я, по сути, формально могу сдать свою квартиру любым желающим. И все, казалось бы, очевидно и понятно, как можно на сдаче жилья достичь капитализации компаний с 30 миллиардов долларов. Но, как показывает практика, возможно. Самые главные вещи, которые я вынес, помимо того, что я убил своих тараканов, это то, что, черт возьми, надо действовать. Хватит оправдываться, серьезно. Достаточно много будет доводов в пользу того, что ничего не стоит делать. Ну, не хватает опыта, не хватает знаний, ни возраст не тот. Это все брехня. И я думаю, что тебе по ту сторону наушников или колонок, откуда ты слушаешь это аудио, тоже пора завязать со своими тараканами. Распрощайся с ними. Главный успех R&B&B заключается в том, что это чертовский юзабилити-сервис. Ну, что значит юзабилити? Это весьма удобный сервис по сдаче или, например, аренды жилья. Ой, сдача аренды. Ну, в общем, ты меня понял. Очень удобно. Я даже после этого не удержался и скачал приложение, посмотрел, как все это работает и удивился, потому что это действительно удобно. Есть формат персонализации. Это, кстати, круто. Если провести параллель между компанией Авито, которая наша в принципе русская, является доской объявлений, и компанией R&B&B, то видишь огромную разницу. Компания Авито безлика. Любой человек выкладывает ненужный хлам, и другой человек покупает этот ненужный хлам. Никогда непонятно, кто находится на той стороне покупки и продажи. Непонятно. Там, конечно же, есть имя, но ничего больше. А формат R&B&B позволяет увидеть и понять этого человека. То есть, так сказать, у каждого человека, который сдает посуточно или там на долгий период свое жилье, есть свой профайл. Здесь фотография, есть описание этого человека и понимание, что он из себя представляет. А также большое количество отзывов, если он достаточно давно пользуется R&B&B. Так что персонализация, удобство, возможность в три клика забронировать любое жилье – это офигительно. Поэтому хватит, как и мне, ограничивать свой разум и придумать все новые и новые оправдания, чтобы ничего не делать. А взять, наконец, и посмотреть на свой стартап по другим углам. Не нужно быть уникальным. Не нужно быть убежденным в том, что ты глупый. Нет. Нет. Есть очень много людей глупее тебя. Есть очень много людей, которые не обладают теми навыками, которые обладаешь ты. И пора бы этим воспользоваться. Так что увидимся в следующем разборе. Пока-пока. Спасибо. 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 Спасибо.